Продолжение следует... 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 Такую руну Да, перейдем к монстрикам 63 По привычке, вы знаете, начнем с огня Найдем нашу фейку Где ты, наша фейка? Вот, ну и начинаем подсчет Итак, перешли мы к монстру 63, на самом деле мне и самому будет интересно Посмотреть на них Так как это недавно выпустившийся Разработчиками персонаж И думаю для многих Будет этот кайт интересен Так как все-таки монстру не 5 лет в игре И действительно их ввели Только недавно Это будут горы Да, горы, правильно я надеюсь назвал его И первый представитель, конечно же Огня по своей классификации Он защита Не знаю, зачем его сделали защитным Возможно у него скиллы какие-то защитные По параметрам и статам Средние неплохие параметры Скорость обычная, назовем так 100 скорость, это да, действительно обычная скорость Когда меньше, это уже заниженная скорость Больше, это конечно же хорошо Пробежимся по скиллам Первый скил, сверхсила Наносит противнику урон и понижает индикатор атаки На 30% с 50% шансов Я так понимаю, шанс можно поднять А вот индикатор, конечно же, не поднимешь То есть 30% опустить атак бар Это неплохо Вот, и в дальнейшем, когда я буду рассматривать руны Я вам объясню почему Дальше, второй скилл Защитная установка Да, повышает защиту всех союзников на два хода И понижает Шансы получения критических ударов Ну, так скажем, защиту и понижение Ну, в принципе, неплохое сочетание Да, то есть это Хорошие защитные два бафа Понизить Мало того, что шанс То есть вас реже будут в два раза критовать Так еще и защиту поднять на два хода Ну, вместе с шансом На самом деле, хорошо Я так понимаю, откат понизится Либо до четырех, либо до трех ходов Честно, я не знаю По-моему, до четырех Третий скил Стратегическая блокада Господи, он весь такой стратег Да, атакует врага и поглощает 30% Его и ее индикатор атаки Зачем вот это вот ее Ладно Сексистские шуточки Вот эти вот от разработчиков Ладно Вводит в ступор на один ход С 70% шансом Чем выше защита Тем выше урон Скажу так Скилл очень полезен Так как вы видите Опять же поглощает атак бар То есть в комбинации Первый плюс третий скилл Это реально крутая штука И это даже отчасти Почему я часто говорю Что он замена хвы Хва, вы знаете В этом плане универсал Это первый, наверное, монстр в игре Самый популярный Который опускает хорошо атак бар Да, то есть он Я не говорю, что он у всех есть У меня его, допустим Ее, допустим, до сих пор нету И я бы от нее не отказался Даже на моем этапе Хва это Что лейтовый персонаж Что мидгейм Что начальный На начальном уровне Она везде неплохо себя Проявляет и показывает И заедет Ну тоже фактически везде На арене На гв Где там ее еще можно Узать на драконе На гиганте вряд ли Ну смотря какой этаж Вы формите Допустим, б9 Точно закатит На б10 вряд ли Да, где еще ее используют На некроманте На гидре То есть это очень хороший персонаж Но сейчас мы поговорим О Дуамутех Ф Гос Гос Бодибожечки Что ж ты такое Да уж Вот стратегическая блокада По поводу третьего Скилла Так еще и дополнительно Есть стан В принципе Неплохо И вот почему Я вначале Задумался Почему монстр Все таки защитный То есть вы видите Чем больше защиты Тем больше урон Но лично я Какие бы сеты Я бы ему одел Лично я бы ему одел Скорее всего Виолент Чем чаще Будет он ходить Своим первым Да даже пускай Вторым скиллом Чаще будет бафать И третьим скиллом Тем больше полезности Он внесет Потому что Мне кажется Это лучший На него будет комплект Но я не говорю вам То что если у вас появился Какой-то виолент Двух-трехзвездочный Вы должны на него одеть Не забывайте Потому что вы знаете В стримах Когда я просматриваю игроков Там такое одевают Ой-ой-ой То есть Начальный сет На него будет Наверное Лучшим Это скорость Плюс фокус Я думаю Да скорость Если у вас есть Какие-то Допы Типа Основные Точнее статы В 2-4-6 Типа защиты Также можете поставить Больше урона нанесете Но все-таки Этот персонаж Более сопортящий И урона От него там По 55 тысяч Вы не дождетесь Это логично То есть Лучше сделать ему Во второй слот Скорость И лично я бы Одел бы на начальном этапе Скорость К примеру Защиту Либо хп И в четвертый слот Поставил бы Либо точность Либо опять же хп Чем защита Это я вас уверяю Потому что всяким Люшенам И Катаринам Будет пофиг Сколько у вас там Защиты На любом из ваших персонажей А вот хп Не всегда пробьют вас Поэтому как-то так И лидерка Что у него Увеличивает здоровье Союзников на арене На 33% В принципе Достойная лидерка Согласитесь Потому что точно такая же Лидерка есть у Веромоса Но она работает правда везде Но и Веромос есть Не у всех Его нужно крафтить Да Достойный персонаж На самом деле Я ему выставляю цену Ну десятку Из максимальных Так перейдем к воде Так вот мы и добрались до воды Квебэхсен Ну вью Ладно Я его почему-то называю Трахтенбергом Квесенбергом И так далее То есть это Один из тех персонажей Которые вот сейчас Для меня Очень Очень хорошо бы заехали И я расскажу В конце почему Опять Персонаж По своей классификации Помощь По поводу статов Ну средние Хорошие статы И вы видите У него немножко Больше здоровья Чем у того персонажа Ну как немножко На порядок больше То есть на 800 хп Перейдем к скиллам Первый скилл наносит То есть точно такой же скилл Второй скилл Песчаная буря Атакует все хоров Песчаная буря И понижает их индикатор атаки На 30% И скорость Их атаки На 2 хода С 50% шансом Чем выше скорость атаки Тем выше степень урона Скажу так Вот вы помните О третьем скилле У горн У Блин У огненного Да Заговариваюсь У огненного Я говорил что не стоит ему защиту Апать для того чтобы допустим Поднять ему какой-то урон А здесь же Я расскажу в дальнейшем О комбинации Здесь стоит поднять скорость И я расскажу в дальнейшем Почему Сейчас по поводу скилла Понижает их индикатор атаки То есть вы видите Персонаж очень крутой Мало того что накидывает Полезный дебаф Реально полезный дебаф Везде закатит Особенно на арене То есть Замедлит всех персонажей Но опять же с шансом Это логично То есть я уверен что повышается шанс И плюс откат станет где-то либо 4 хода Либо 3 Этого я точно не знаю Но это уже мелочи Вот так еще и Понизить атак бар И дебаф Очень хорошее сочетание Вот этих вот двух показателей В одном скилле Класс на самом деле Так еще и массово Все это дело происходит И перейдем к третьему скилу Яростный клещ Повышает силу атаки И шанс критического удара Всех союзников на 2 хода И делает одного союзника Неуязвимым на 1 ход То есть когда только ввели Этих персонажей Я попросил Одного человека протестировать И он мне сказал Что блин Он на рандоме кидает Вот эту вот неуязвимость То есть для Вальки Катарины Ветра Этот персонаж не закатит Но на самом деле Как работает его третий скилл Вот первая часть Вот этот баф Шанс атаки Шанс крит удара И сила атаки Она дается для всех Не важно на кого вы там нажмете Даже пускай на своего квесен Квесенуфа Магатерушка Матушки божечки Да А вот по поводу вот этого вот Бафа на неуязвимость Он дастся тому персонажу На кого вы именно нажмете Вот к примеру У вас есть там в пате Валька Там кто-то еще Там бла-бла-бла И вы кидаете этот третий скилл На Вальку Следовательно баф Разойдется на всех А вот неуязвимость Еще дополнительно дастся Одной лишь Катарине И это В комбинации реально круто То есть если заговорить О такой комбинушке Комбе К примеру как Сейчас глянем Меолидерку Увеличивать стойкость на арене Лидерка ни о чем Вот А такой комбинации К примеру На ГВ Вы знаете Я атакую через Вальку Хлою И Кого я еще беру Меган Для пафа на атаку Вы знаете У моей Валькирии 100% крита Я не специально это сделал Отчасти Но так вышло Нормальная Валькирия У нее зачастую 70 крит шанса И где-то там Под 200 крит дамаги То есть это хорошая Такая Валька Средняя хорошая Валька Там вообще у супер крутых Там чуть бы не 250 Критикал дамаги И они там лупят почти под 40 тысяч С каждого удара Третьего скилла Вот Но заговорим Допустим О моей Вальке Если я Каким-то образом Получу этого Трахтенберга И какую пати Сделаю я на ГВ В лидеры Я поставлю Бернарда Зачем я это сделаю Для того Чтоб он дал Хорошую лидерку Для моей Вальки Следовательно Плюс 30% К атаке Это неплохо Согласитесь Дальше Кого мне заменит Косинув Если я понижу Вальки Шанс крита На 70 Но сделаю Допустим Больше урона Либо больше Крит дамаги То есть Четвертый слот Поставлю просто Крит дамажную урону Если я ее Когда-то Выбью Надеюсь То есть Он мне заменит И Баффера И Меган Заменит И такого персонажа К примеру Как Зика Вы знаете Зик дает Крит шанс Либо такого персонажа Как Шарика То есть Аквилу Шарик ветра То есть В одном персонаже У меня сразу Будут сочетаться Два А что мне нужно сделать Естественно Чтоб моя Валька Походила И ударила Третьим скиллом А зачастую Этого за головой Хватает Где-то этого не хватит И все-таки Хлоя будет лучше Потому что Вы знаете Хлоя дает На два хода Иммунитет И за эти два хода Вашу Вальку Скорее всего Не убьют На нее не навесит Всякую гадость В этом и отчасти Минус В том что У Квеса Нуфа Нет вот этих Нет иммунитета И нет какого-то Подхила Но с другой стороны Я могу Больше дамаги Нанести Валькой Следовательно Это и будет крутым По поводу Рун на Квеса Нуфа Идеальным Вариантом И даже начальным Вот мы будем Вы должны на нее Будете одеть комплект Свифт То есть скорость Плюс 25% И вторым комплектом Вы желательно Советую Одеть фокус Для чего? Для того чтобы он Первым скиллом Чаще снимал Атак бар И вторым скиллом Естественно Чтоб чаще проходил Второй Вот этот вот Замедление С его бафа Дебафа И понижал Атак бар И за счет того Что вы ему Поднимите максимум Скорость Я советую сделать ему В сумме больше 200 То есть 102 Плюс там Сколько у вас получится Для того чтобы он ходил Ну Может не быстрее Допустим Вот если говорить о моей пачке Не быстрее Моего Бернарда Ну хотя бы после него Логично да Чтоб он мог бахнуть Бахнуть Бафнуть Вальку А Валька после этого Походила третьим скиллом И всех аннигилировала С другой же стороны Если у вас есть Очень хороший Виолент Скоростной Виолент На квестенбуха Тоже можно одеть Почему Допустим Вы третьим скиллом Бафнули Вальку Да И после этого Если прокнул Виолент Вы можете еще и вторым Скиллом Накинуть на всех Кучу гадости Так еще и понизить Атак бар Следовательно Ваша Валька Ну по сути дела 100% походит Быстрее Чем вражес Чем все враги Тоже Нельзя об этом Забывать И в принципе Это может Сыграть вам на руку И отчасти минус В чем Знаете Потому что Есть скоростные Пати Которые против вас Будут попадаться Если при таком Раскладе И в скобочках Этот персонаж Просто создан Для Валькирии Ветра Со всеми Другими персонажами Он будет сочетаться В разы хуже Как ни крути И с этим Не поспорю Ни я Даже Даже разработчики Наверное Где-то Вот знаете Выпив бутылочку Пива Согласятся Что они этого персонажа Делали сугубо Для Вальки То есть Они вместе Смотрятся Просто как Брат и сестра Да Оба Оба такие Петушки крылатые Но Это такое дело Вот В плане том Что ваша Валькирия Вот Катарина Она должна быть Не с родной скоростью 116 А желательно Плюс Чтоб у нее был Ну хотя бы 20 Даже 30 Почему Потому что За это время Пока она Походит Третьим скиллом Ее могу даже и убить Потому что Не всегда Хватит разгона От вашего Бернарда Чтоб походила Ваша Валька Быстрее остальных Так что Не забывайте Этого А персонаж На самом деле Если всех их Рассматривать Я не говорю Что он топовый Но мне Он бы Ну лучше всего Бы заехал Да Как то так Персонаж Классный На самом деле Особенно в сочетании С Валькой С другими персонажами Честно Я вам даже Не советую Просто можете Отложить Если вы вообще Не планируете Воевать через Катарину То есть этот персонаж Вам не выдаст Той пользы Которую бы вы Получили с Катариной С Катариной Да Или Катариной Ладно Не важно Идем дальше Переходим к ветру Да И пока еще ветер Что хотел бы вам рассказать И поделиться с вами Надеюсь вы это поддержите В следующий понедельник Когда обновится башня Это будет либо понедельник Либо вторник Я хочу где-то в обед Либо после обеда Ближе к вечеру Начать такой Скажем Стрим Марафон Что будет в нем Вы знаете Обновиться в этот день Либо в понедельник Либо во вторник Я точно не знаю Как там по серверу Время Тикнет И вот после того Как обновится башня Я хочу на стриме Начать прохождение С первого по сотый этаж И те кто там Не знаю Не будет спать Не будет на работе Не будет в школе На учебе Добро пожаловать Да будет марафон И вы сами увидите Как вживую Я прохожу С первого по сотый этаж Думаю многим Это будет интересно И десятки вопросов О том Каким ты составом проходишь А какие там Будут боссы И тому подобное Отпадут Следовательно да В понедельник Либо во вторник Следующий Я вас конечно же Жду После обновления Башни Стрим я начну Естественно После обеда Как я и говорил Надеюсь Все там получится Да У меня И заранее Конечно же Я сделаю превьюшку Выложу ее на ютубчик Следите за моей страницей Вконтакте И вы будете всегда Во всем в курсе То есть У меня никогда не бывают Твичи О которых я не предупреждаю Хотя бы у себя На странице вконтакте То есть в статусе Либо на стене А чаще всего И там и там Перейдем к ветру Амсет Ну более-менее Хоть такое юмичка Простое Да Персонаж тоже По своей классификации Помощь То есть Саппорт Первый скилл Да Точно такой же Второй скилл Атакует всех Рухов песчаный То же самое Точно такой же скилл Как и у водяного То есть Рассмотрению Не подлежит Нет смысла Третий скилл Призывной клич Повышает защиту И шанс Критического удара Всех союзников На два хода И пополняет Индикатор атаки Одного из союзников Скажу так По поводу этого скилла Вы знаете Такого персонажа Как Рэнди Огненный Как его там Охотник за головами Насколько помню Он зачастую Используется Как бафер В такой патти Как к примеру Хлоя Рэнди И копер Копер вы знаете Это живая броня Ветра Либо там другой состав Зачем они нужны То есть В лейте Они бафают Копера на защиту И на крит шанс Для того Чтобы он Третьим скиллом Кританул И допустим Кого то ваншотнул Теперь Когда ввели Вот этого персонажа Амсета Чаще используют Амсета Вместо Рэнди Но скажу так В чем то плюс В чем то минус Смотрите Если вы хотите Чтоб ваш копер Быстро проходил И быстро походил Точнее И он у вас Очень Очень медленный Амсет Решит эту проблему На ура Он допустим Как ветреный Представитель Его семейства Бафнет Вальку Хорошо А вот Амсет Очень хорошо Заедет для копера Почему Потому что он даст Грубо говоря Экстра ход Сразу же Вашему коперу Следовательно Какая бы у него Там не была скорость Даже пускай Там 100 его родные Или сколько у него Он тут же Сразу же походит Это на самом деле Очень Очень классно В комбинации Но в чем и минус Если сравнить Рэнди С Амсетом Рэнди может выдать Больше дамаги И с этим Ну вы уж точно Не поспорите Те кто его юзают Вот даже моя жена Его часто использует Своим первым скиллом Он пробивает сквозь броню Вторым скиллом Он может такой пулемет Выдать Что ой 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 Ну где-то я же говорю Вы должны уже сами Просто для себя Принимать решение Где-то лучше Амсет будет Где-то Рэнди Если вы их Захотите использовать Обоих Но Амсету еще и Скиллы тяжелее прокачать Это тоже Такой Неплохой минус Потому что Рэнди Вы можете прокачать Скиллы Ну не знаю За пару месяцев Я думаю Если вы будете Активно вызывать Свитки Вам нападает Всякого Вот этого Шлака Для того Чтобы качнуть Рэнди Скиллы Поэтому Выбор За вами По поводу Рун Конечно же Я тоже бы Поставил ему Руны на скорость Либо Если у вас есть Даже руны Хорошего Деспайр То есть вы В там скиллом Еще и можете Дополнительно Законтролить Кого-то Но во второй Слот Обязательно Скорость Это 100% Инфа Да Во второй Слот Обязательно Скорость И опять же Очень хорошо Он заедет С копером Но с другой стороны Может заехать И с другими персонажами Но уже не выдать Той пользы Потому что Баф на защиту И крит шанс Он Ну не совсем Хорошо заезжает Для большинства персонажей Да С этим Также не поспоришь И мало персонажей С которыми Он будет хорошо заезжать Они возможно и есть Я не буду их брать Пока что в обзор Но с копером Чаще всего Он используется Поэтому я и взял Копера в обзор Так и его лидерка Увеличит шансы Крит удара Союзника На арене На 24% Вот лидерка В принципе Также юзабельна И если у вас нет Лидерки достойной И вам нужен бафер Допустим на крит шанс Вот к примеру Для того же копера Мало того что Лидерка 24% дает Баф дает Плюс 30% И в принципе Коперу можно догнать Целых 100% шанса крита Даже если у вас нету Там 70 его Его там Дефолтных Каких-то прокачанных Шанса крита Поэтому где-то Лидерка и закатит Да А второй сет Который можно на него одеть Это конечно же Свифт Но Деспайер Наверное даст Больше толку Потому что вторым скиллом Да даже и первым Вы сможете застанить Понизить атак бар Закинуть дебаф Короче Ну выдать Очень много полезности И так вот Мы перешли к свету Но вы знаете Свет у нас По своему дефолтному Значению Персонаж Пятизвездочный То есть первородка Словить его Ну наверное вам тогда Повезло Если вы его словили И То есть мы перешли На другое Немножко подразряд То есть первородок И поговорим О нем То есть И опять же напоминаю Персонаж Пятизвездный Изначально Первый скил То же самое Второй скилл Повышает защиту Всех союзников На два хода И понижает шансы Получение критического удара Мы это также обсуждали Третий скилл Наверное чем он и интересен Долг Монарха Пассивный Восстанавливает индикатор Атаки союзника С наименьшим индикатором Атаки на 25% И повышает силу На один ход Если подумать И рассмотреть его В таком В таком раскладе Его нужно Сразу же говорю И как вы уже понимаете Делать очень и очень Быстрым То есть это Лейтовый персонаж И на самом деле Вроде бы Пассивка прикольная Классная Но Я посмотрел на него Даже обзоры Ничем он меня не удивил Даже в хороших Там супер Мега крутых рунах Это не самый лучший Там какой-то бафер И вообще В плане там Всего Знаете Как бы Вот чего-то ему не хватает Я надеюсь Его пассивку Либо как-то скиллы Дапают Но я думаю Если его и будут Как-то улучшать То только пассивку Что-то там добавят И это Тогда станет Самым Наверное Одним из лучших Точнее Саппортов в игре Что вообще Рассказать По поводу его пассивки Восстанавливает Индикатор атаки С наименьшим Индикатором атаки На 25% То есть Вы сможете Бафнуть какого-то Вашего союзника Допустим Самого медленного Либо тот Который Недавно Недавно Просто если Действительно Его пассивка Работает Еще из Контератаки Да я Свои слова Убираю Убираю Назад Ему даже И апать Ничего не нужно Потому что Виолент Плюс контратака Для этого Персонажа Станет Ну просто Супер Крутой Крутой Штукой Потому что Вы будете Всю свою Пати Бафать По скорости Очень Очень Хорошо И знаете С кем он Хорошо Заедет Прям не Поверите Конечно же С таким Персонажем Как Ведро Вердехайль И Если у них В команде Будет Еще и Лиза Вы знаете Это агент Неокристаллов Огня И опять же Его вот Эта вот Пассивка Будет Работать Блин Это же Вообще Настолько Убер Быстрая Пачка У вас Получится А если Туда Еще добавить Какого-то Бернарда К примеру Офигеть Вот эта вот Четверка Она просто Будет Я не знаю Если вы попадете На нее Против нее На арене Вы просто Вот так вот Возьмете За голову И будете Просто ждать Пока вас По чуть-чуть По чуть-чуть Да урон Они будут Наносить Все не колоссальные Там не самые Огромнейшие Но по чуть-чуть По чуть-чуть Они вас тупо Заковыряют Они все будут Ходить Наверное Чуть бы Не по 5 По 10 раз А вы будете Ходить По одному Разу Но это Опять же В теории И если Опять же Работает С контратакей И все это Дело И с его Пассивкой На самом деле Классно Блин У нее скилл Так прикольно Нарисован Знаете Отчасти напоминает Там что-то Ладно Я промолчу Потому что Это уже Политические Домыслы И лидерка Его увеличивает Точность Союзников На арене На 40% А вот эта лидерка Где-то Иногда и будет Полезна на 40% С одной стороны Не самый большой показатель 40% Либо хоть и 50% Тем более Работает только На арене Ладно Может опять же Описание неправильно Может оно больше Дает на самом деле Но дело такое Вообще персонаж Вот как я его описал Если работает Вот так Как я бы Допустим Хотел Персонаж действительно Крутейший Долг монарха Да он бы Выполнил свой долг Классный персонаж По поводу рун Я уже говорил Переходим к тьме И дошли мы До Амдуат Ужас На самом деле Пипец Первый скилл Понятно Но и тоже Второй скилл Атакует всех Ругой песчаным Да То есть Как у воды Как у ветра То есть Одно и то же Третий скилл Острые стрелы Да персонаж Четырех Созначный Не забывайте Острые стрелы Восстанавливает Индикатор Атаки на 15% Каждый раз Когда Враг Обретает Ход Что скажу По поводу Этого персонажа Он у меня Есть Да Сразу же скажу Он у меня есть Я его тестировал И лично на своем опыте Честно Если вы посмотрите На него обзоры Тесты проводились По сути дела Точно такими же И я расскажу Почему этот персонаж Абсолютнейший Корм Четырехзвездочный Так еще и тьма И Можете меня внимательно Послушать сейчас И те у кого Он есть Вы можете сейчас Для себя просто Обломиться Ну В хлам И я рассказываю Свой опыт И опыт у меня В игре Достаточно Большой Если вы сейчас Смотрите Это видео Следовательно Вы хоть что-то Для себя Берете с этих Видео И расскажу По поводу Его вот этой Пассивки И третьего Скилла То есть Когда К примеру Арену Возьмем Арену То есть Враг Ходит Вы пополняете Себе Индикатор Атаки На 15% 15 Несчастных Процентов К примеру 4 походило Вы себе Пополнили Индикатор Атаки На 60% Вроде бы Немало С другой стороны Это что Много Иногда Этого Даже Не хватит После того Как ваш Андуат Походил Естественно Чтоб Еще раз Походить И Что Сказать По поводу Рун Если вы Его Сделаете К примеру Очень И очень Быстрым Да Он будет Ходить Часто Но С другой Стороны Знаете В чем Минус Вы будете Вязать Третий Скилл Да Даже Второй Скилл Даже И Первый В чем Минус Вы будете Понижать Атак Бар Врагам Которые Должны Походить Чтоб Вам Апнулась Пассивка Точнее Чтоб Пассивка Дала Вам Атак Бар Следовательно Пассивка Работает Как будто В минус Для вас С другой Стороны Давайте Зайдем Если Вы Сделаете Реально Медленным То С другой С С этой Стороны Его Будет Даже 120 Скорости В сумме Враг Будет Ходить Быстрее Чем Он Пополнять Ему Вот Этой Пассивкой Атак Бар Но Его И Убьют Очень Быстро И Опять же Вы Будете Юзать Второй Либо Третий Скилл И Опять же Понижать Атак Бар Врагам Которые Не Будут Давать Вам Лишний Раз Прока Вашей Пассивки Следовательно Блин Это Настолько Бредовая Пассивка Я Очень Надеюсь Да Я его Еще Не Скормил Не Очень Надеюсь На То Что Его Пассивку Как То Переделают Либо Дадут Еще Какой То Дополнительный Баф Я Не Знаю Может Баф На Какую То Команду Может Он Там ХП Будет Себе Еще Дополнительно Если Б Здесь Еще В Описании Было Приблизительно Восстанавливать Там Допустим 10 Процентов Своего Хотя Б Своего Здоровья Либо 5 Процентов Для Того Что Он Будет Возваляться И Пока Его Не Улучшат Как То Потому Что То Как Я Описал Если Вы Что Не Поняли Прослушайте Информацию Опять Перемотайте Но Это Мои Тесты То Я Не Говорю Что Я Где Там Мне Кто Рассказал О И Тому Подобное Это Лично Мои Тесты Даже С Моими Рунами Я Протестировал И Честно Я Вот Так Вот Сидел Во Всех Вот Этих Тестах Ни Разу Он Меня Ничем Не Удивил То Я Тестировал В разных Варианах Скоростного Амдуата Я Ему Сделал 200 Скорости И Амдуата Со Скоростью 110 Что Там Абсолютнейший Бред Лидерка Увеличивает силу Атаки Союзников На Арене На 33% Ну По Моему Одна Хоть Что В нем Я Уверен В дальнейшие Месяцы Уж Точно Да Поэтому Явно Он Меня Не Порадовал Народ И Вот Такие Дела Давайте Сыграем В лотерейку Для Того Что У меня Нос Чешется Вроде Министрим Нос Чешется Что За Фигня Не Понял Якубович Сломал Мне Компьютер Не Хочет Дать Не Десять Мам Десять Тысяч Мам Ну Что Такое Да Наверное Это лучше Чем Десять Тысяч Пускай Лучше Кристаллы Вот Вы Видите Уже Скоро Десять Тысяч Кристаллов Будет И Пойдем Сейчас На Мирового Босса Завалим Мирового Босса Вот Такие Вот Дела На самом Деле Да Народ Вот Честно Из Всех Вот Этих Вот Только Тьма Меня Реально Ну Вот Как Огорчил Полностью В Хлам Это Один Из Самых Худших Персонажей Комбинации Всех Скиллов Которых Я только Знаю В игре И Заметь Это Четыре Звезды Свет Тьма И Сделать Его Вот Таким Вот Шлаковым Блин Ну Разработчики Конечно Ж Вот Они Вот С такой Логики И Теории Вот Как Подошел Я И Общепрактики Они Явно Его Не Тестировали И Так Чисто На Абум Наверное Склепали Ему Эти Скиллы Особенно Его Третий Скилл Реально Вот Третий Скилл Его Знаете Кому Подойдет Наверное Какому-то Двух Звездочному Персонажу Ну Ладно Пускай Трех Звездочным Но Явно Не Для Четверки Так Еще И Свет Тьма Абсолют Бред То Я Почти Уверен Что Его Как То Апнут Я Даже Более Назовем так Человека Да Блин Энергия Закончилась Ладно Сейчас Купим Последние Кристаллы Трачу Все ради Вас Народ Все ради Вас Да И опять Мы будем В рубинчике Сейчас Посмотрим Может Какого-то Лучше Выставим Хотя Нет Лучше У меня И нет У состава Такие Дела Да Народ Не забывайте Что я являюсь Гарантом В этой Игре Поэтому Если У вас Намечаются Какие-то Сделки И тому Подобное Обращайтесь Ко мне Всегда Буду Рад Вам Помочь Для Того Чтоб Вас Не Кинули Там Не Обманули Все Пройдет Четко Так Что же Нам тут Интересного Класс 3000 Маны И Две Каких-то Несчастные Эски Спасибо Что Просматривали Это Видео Надеюсь Было Оно Чем-то Для вас Полезное Тем более Говорили Мы О новом Монстре Подписывайтесь На канал Подписывайтесь На мой У вас Будут Вылазить Уведомления Также Вы сможете Кстати О чем Я забываю Сказать Часто Вы можете Если вы Сидите Через Google Chrome То есть Через Такой Браузер Вы можете Зайти В расширение И Есть Такое Название Как По-моему Twitch Now Называется То есть Twitch Сейчас Вы Можете Его Установить И О всех Подписках На Твиче Вас Будет Уведомлять Браузер И В принципе Это Очень Человека Проходит Стрим Либо Он Там Какие-то Анонсы Выкладывает Будете Всегда В курсе Хотел Бы поделиться С вами Радостью Те Кто Не Смотрели Twitch И Не Смотрели Запись Я Сделал Марьяне Предложение И Теперь Она Официально Моя Жена Поэтому Надеюсь Вы за нас Порадуетесь А так Подписывайтесь На канал Добавляйтесь Друзья Добавляйтесь В группу Которая Есть В описании Там До встречи И Пока Пока